Привет. Это Артур Павич. И сегодня мы опять пришли в ресторан. В ресторан Моргенштерна. Зачем вы спросите? Я скажу опять пожелать. И сегодня мы пробуем ресторан Моргенштерна. Сегодня пришли второй раз в ресторан Моргенштерна. Но сегодня мы будем делать не как обычно. Сегодня мы просто поживем все меню. Ну и с каждой позиции выберем что-то определенное. Мне вообще все. Вообще все? Вообще все. У него дорого, ты что? Он же богатый тип. Короче, возьмем много еды, попробуем. Я вам скажу, что как. Я как раз не завтракал, а на часах у нас что там? Час дня. Поэтому я думаю самое то. Да? Все пойдем? Кайф, 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 кайф. Это реальный кайф. Это тейт кайф. Мы сели в тихое место, попросили. Тут очень круто, что очень вежливый персонал. И даже к блогерам они хорошо относятся. Которые приходят и снимают вечно. Камеру вырубаем. Сейчас что, давай меню посмотрим. И решим, что заказывать. Мне кажется, если я закажу все меню, официант не удивится. Потому что он уже и так у Моргенштейра работает. Поэтому ничего новенького не будет. Но мне кажется, что мы можем претендовать на самый дорогой чек еще. Просто, что вы понимали, я сейчас сотрю каждую позицию. И тут в основном все колеблется где-то около косаря. Ребята, а пока еще официанта ждем. Напишите, как вы думаете, насколько все меню выйдет. Ну, кроме напитков алкогольных, потому что мы не пьем. Мы чисто покушать пришли. Ну, вот человек. Так, смотрите. А в течение вообще с... Которого времени принесут? Это моя... А я хочу все просто. Все? Все по одной позиции. Кроме коктейлей и всяких алкогольных вот этих. Ну, я понял, что не в течение 20. Ну, просто... У меня такой заказ. Давайте продублируем заказ. Ну, завтраки тоже надо? Завтраки? Давайте завтраки тоже. Почему нет? У нас же сейчас сколько? Сейчас дня всего лишь. А вы можете узнать приблизительно, сколько это будет готовиться? Я думаю, в полутора часов. До полутора? Ну, ждем. Так, попечь что-то принести вам? Давайте, да, воды. Сэкономим чуть-чуть. Ну, официант, конечно, есть, так, мягко говоря, приофигел. Конечно, 20 минут обещанной не будет. Ну, давай, сейчас, кстати, таймер поставим и посмотрим, как, за сколько все принесут. Че, полетели? Короче, нас пересадили за самый большой стол, потому что такой заказ на такой маленьком столике не поместится. Мне кажется, этого стола будет мало, ну ладно. Лайп, дю. А вы говорите, что меня только дети смотрят, не пиа. Смотрите, террический йогурт, пожалуйста. Битый творог, чья пудинг. Спасибо. Сейчас наедимся сматком, вот прошло 11 минут, нам уже 3 завтрака кинули, нормально. Давайте вот с этого, оно менее симпатичное. Я не знаю, что это такое, честно, я не буду просто по виду смотреть, а вам нравится, не нравится. Типа творожная масса. Нет, так я по одной ложке буду. Лайк. Ну, обычный завтрак. Йогурт, вкусно, бля. Ну, что я еще сказать, я не понимаю. Не буду говорить про насыщенные вкусы, что-то выделяться, я в этом не понимаю. Просто едится и едится. Ну, вкусно. Опять вкусно, ё-моё. Брешь, это мясо или нет? Ну, это, видно, печена такая, это булочка или... Вкусно. Это бутербург с колбасой. Ну, для завтрака это самое то, реально. Может, я голодный просто, что так все говорю, но реально вкусно, ребят. А это что такое вот? Разовое? Да. Это соус на основе стекольный. Это я не ем, я не козел. Если в блюде нет мяса или колбасы, значит, это невкусное блюдо. Ну, извините, я такой. Короче, в следующий раз идем в грузинский ресторан и заказываем свое меню. Армянский. Армянский. Батя оценит. Надо батю позвать. Представляешь, видос бати, разнос вообще. Отойду от темы с едой. Как вы знаете, у меня появилась моя новая любовь. Чипапи зовут обезьянка. Ага. И что, как тебе? Вот, знакомьтесь, это Чипапи. Такой вопрос. Хотели бы вы про него какой-то видос на YouTube? Если да, то предложите свои темы или что с ней снять, и я обязательно что-то сделаю. Что ты снимаешь? Давай есть. Так, какой же на вкус помидор? Я, короче, скажу, мне просто само это блюдо само по себе не нравится. Поэтому я такое типа не сильно люблю. Но я знаю, что это, наверное, вкусно. Позвольте, мы вас угостим лимонадами. Опа, угостим? Да, у вас. Не пивайся, а за это лайк. Ну, я надеюсь, они не из-за того, что меня снимают, а просто так. Да? Правда, шеф? Короче, ребята, это идет как йогурт, я так понял. А, это овсянка. Мне кажется, пока мы будем ждать весь заказ, мы как раз и на обед попадем. Ну, овсянка как овсянка вкусно. Мне кажется, это лучшая овсянка в моей жизни. Ну, как манго, как манго, как в школе, только подороже. В конце, как мы попробуем все меню, я, наверное, выделю с каждой категории своих любимчиков. Ну, если вы сюда попадете, то закажите именно то, что я вам сказал. Ну, типа, может, промокодик какой-то бахнует здесь. Ну, наконец-то начали приносить что-то поинтереснее, а. Смотрите, уже и мясная тарелка есть. Ага, гарнира. Брокколи. Это... Даня, милый, это мой любимый бедный. Спасибо большое. Даня обожает эти брокколи, он постоянно их жрет. 38 минут прошло, и нам уже пол стола принесли. Я думаю, за полтора часа точно будет все, даже быстрее. Короче, сразу выделю оливки. Я их пробовать не буду, ребят, вообще, не могу. С чего начнем, давайте закуски. Классический бургер, наш доминный золотой бургер-кай, пожалуйста. Угу, спасибо. Мам, давай быстрее. Короче, а что тут пробовать? Давай вот это попробуем. Паскадпад. Ставим лайк, верно, люди, которые только заходят и смотрят, что мы на двоих заказываем столько всего, а ем я один, они их не ливают. Вообще отпад. Ой, вкусно. Яйцо отпад. Брокколи, лайк. Что это такое? Это похоже на грибы. Нет? Да, бро? Не все я понимаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Да, бургеры это любовь. Я не осознаю, что я сейчас сколько денег потрачу на то, чтобы просто понадкусывать. Мамка мне никогда не простит это. Десяточка чисто. Давай золотой, бро. Десяточка твердая. Хватит меня так вкусно кормить. Дайте мне чуть-чуть поорвать на кого-то, повозмущаться, е-мое. Приветствую. Опять ем. Я опять ешу. Пять ем. Если что, если пацаны захотите кушать, вы знаете, к кому обращаться. Все хорошо? Да, да, все, спасибо. Реально кайф. Кайф, 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 кайф. Я просто уже сколько раз у них ролики записываю, они уже меня любят здесь. Потому что я про них ничего плохого не говорю. Ну просто если было что-то, я бы сказал, а так пока ничего нет. Тартаро с лососями. Это для каких-то гурманов, типа что-то сырое поесть. Вот в таком виде мне рыба не нравится. Вот в таком виде мне рыба нравится. Запомните. На гриле лайк. На гриле лайк, реально лайк. Пинка какая-то. Наверное, пинка для бритя, не знаю. Говорю, прикольно. Надо быстрее есть, ребята. Надо быстрее хавать, потому что сейчас принесут пиццы, они все займут здесь. Вот на ютубе есть много кулинарных обзоров. Они там рассказывают про толщину мяса, про жарку. Я что, типа бомба, вкусно, норм. А что еще нужно? Не понимаю. Что, продолжаем, бро? Может, паузу сделаем? Нихуя. Веганский салат с креветками. Трава просто. Прикольно, но я бы такое не заказал больше. Картошка фри. Не, она реально картошка вкусная. Вот прям не как с Макдональдса. За картошку лайк, чисто. Я так никогда в жизни не жрал. Может, батя позвоним ему? Давай батя позвоним. Кстати, если что, уже прошел час. Типа нам, в принципе, все достаточно быстро приносят. Да, папа. Привет, привет. Как раз на TikTok смотрю вашу. Мой TikTok смотришь. Батя, смотри, что заказал себе. Смотри, что себе заказал. А это что такое? Я сколько тут едал? Сколько еда? Много еда, да, батя? Это сколько? Да, это я чисто один решил покушать, вот. Да, это где-то там рядом. Сейчас, батя, секунду, подожди. Я сейчас камеру покажу, батя такой. Ты что, меня снимаешь? Смотри. А что, ты снимаешь? Не, батя, батя, тебе показалось, я тебя не снимаю. Зайпався. Слушайте, я не думал, что у меня сегодня будет тяжелый день. Я вообще проснулся, мне была радость, а сейчас же, представляете? Пицца лайк. Пицца как пицца. Это опять, это прускетка с сыром, который ты не любишь. Ну, может, сейчас тут все отчитание будет нормально? Ну, на самом деле, прускетка вкусная. Даже не учитывая, что мне сыр это не нравится, но прикольно смотрится. А ты не хочешь кушать? Я смотрю на тебя, я, честно говоря, наелся уже. Да? Реально? Ребятки, чтобы вы понимали, сейчас уже столько блюд, что сейчас вот понемножку уже забирают, потому что места на стаде уже не хватает. Настя, сними смейте тут. Звук вот этот. Дай, 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 дай. Пято. Я, кстати, первый раз в жизни недавно попробовал конину. Ну, типа, с осознанием того, что это конина, это было очень страшно. Тем более, у меня сестра работает на конно-прогулочной базе. Люд, если ты это смотришь, забудь. Надо вот эту вспышку, понял, сделать, как в фильме «Люди в черном». Тебя угроблю, ублюдок! А специальные ножи для стейков, да? О, ну это прям... О, сочно такое. Мясо! Мне кажется, пора пойти по супчикам. Супчик, мне кажется, должен быть самым первым, а у нас получается, что нет. Короче, ребят, чтобы вы понимали, до приезда в Москву у меня самый любимый был суп, это борщ. Хотя мне кажется, что борщ, как отдельное блюдо, это вообще не супы. То, типа, в Москве у меня самое любимое блюдо, именно из жидкого, это том-ям как раз, остренький том-ям, потому что я острый люблю. Том-ям мне здесь не сильно понравилось. Потому что я просто нажрался, мне уже ничего не нравится, я не знаю. Так это, что у нас, куриный суп обычный. Куриный суп вкусный, обычный куриный суп. Ребят, если вы хотели узнать поподробнее о блюде, это не ко мне. Видите? Слишком, слишком много времени я бы уделял каждому блюду. Я бы сидел туда завтра. Прошло ровно полтора часа. Нам за полтора часа, конечно, все прям не принесли, но я думаю, сейчас он исправится. Остались только десерты, получается, да? Я думаю, десерты, еще пару блюд горячих никаких не будет. Я думал, что меньше их поддержку. Я тоже думал, что у них меньше позиций. Они спрашивают, сколько вам нужно блюд в меню. А Моргышнер отвечает, да. Да. Вот это в русске-то реально вкусно. С крабовым мясом. Блин, это п***а вкусно. Много разного сыра. Он такой горячий, он такой мягенький. Такой... Так, ребят, я, короче, все, пока не несу десерты. Я подведу итоги сегодняшнего дня из блюд, которые я бы заказывал. Это брускетта с крабом. Это бургер классический. Не золотой классический. Из завтрака мне очень сильно понравилось вот это йогурт. Из мяса, ну, вот это мне больше, наверное, понравилось. Ну, а пицца мне больше всего понравилась в пепперони. И сырная. Лайк. Из закусок я бы что-то выделил, но не скажу что. Просто у меня тут не было блюда, которое прям вау, я буду его плавать каждый день. Брокколи, очень вкусное брокколи, которое Даня. Но это не закуски, это гарнир. Это гарнир, да. В моем желудке бьется краб, осьминог, куриятина, свинина, куриятина. А вы снимаете какой-то выпуск? Мы снимаем, короче, все меню Оргенштерна. Поэтому, если тебе что-то понравилось, можешь забирать. Ой, нет, спасибо, я тут тоже объелась. Я тоже, представляешь. Ходят слухи, что он до сих пор ждет десерта. Скажи свой ник, мы поставим его здесь. Томашева Дарья. Томашева Дарья, подписывайтесь на девочку. Все, давай. Спасибо. Удачи тебе. Блин, ну это прям вообще мимишка. Мне кажется, если бы я Чапапио это в клетку поставил, он бы с радостью это съел, нет? Попробуем сразу? Прикольно, но какой-то странный вкус. Мне кажется, за цветовый есть странный вкус. Давай попробуем. Да, просто, ребят, ну, как с клумбы реально. Выглядит вкусно. С малинкой? Прям такой... Нежный. Прям очень нежный, нежный. Разнос. Вот это в приоритете мне сейчас, типа, с десерта. Прям очень вкусно. Сказали 30 секунд подождать, и можно кушать. Это тирамису, которую я кушал и в первый раз, и во второй раз, когда был у Моргенштерна. И в двух случаях оно мне понравилось. Тирамису, лайк. Вкусно. Недорого. Ну вот это симпатично, да, прям? Спонсить на десяточку. У меня открылось второе дыхание. Еще раз все закажем? Может, еще заедем поедим где-то? В Макдональдс, например. Топ десерт. Топ один. Слушай, ну вот этот, это, в принципе, что-то обычное, понял? Он просто очень красиво сделан. А вот это что-то необычное. Жидкий чизкейк, это, ну, прикольно, реально. Даже звучит прикольно, жидкий чизкейк. Десертов он топ. Слушай, я так в жизни никогда не сидел долго. Вот столько времени прошло. Спасибо. Как думал, сколько? Ну, давай, 60. Десятки, десятки. О-хо-хо. Тут, бро, на 50 тысяч пахало нормально вообще? Пять тысяч на чай. Ну, я зато наелся. Спасибо, Моргенштерн. Слушай, за такой чек он должен с тобой споткаться. А, у меня с ним подкинет. Пацаны, пацаны, кушечку, питья. Без ропа. Будет этот стол ваш. Для вас. Садитесь. Да, садитесь. Только недавно телефон разбил. Все нормально. Это был вот такой выпуск. Мы сегодня пробовали все меню в ресторане Моргенштерна. Я наелся. Мне было очень вкусно. Настроение у меня великолепно. Видите, я все время улыбаюсь. На этом ролик подошел к концу. Ставьте обязательно свои лайки. Подписывайтесь на канал. Давайте уже сделаем не миллион подписчиков. Хочу быть миллионером. Не забывайте подписываться на инстаграм. Всем спасибо. Всем пока.